Львов чудеснейший город Украины, который так и остается на один на один с проблемами. Львовяне вынуждены помогать сами себе. Кто развесил пиар-дым, за которым все же видны проблемы города, и кто их должен решать? Подробнее Андрей Кровец. Это видео акции протеста предпринимателей с привокзального рынка. Так, несколько дней назад они добивались передачи рынка в коммунальную собственность. Ранее их рынок арендовала компания, как подозревают предприниматели, связанная с семьей Виктора Януковича. Пикетчики хотят, чтобы рынок принадлежал напрямую городской общине. Решение готово, однако принятие затягивается. Участки втихую приватизируются неизвестными, отдуваться приходится первому заму городского головы. Сам мэр, по словам активистов, сбежал, лишь их завидев. Какой тут демократичный мэр, что не то, что не имеет желания встретиться с громадой, а текает от нее. А это другая история о реалиях культурной столицы страны. Вот это решение суду 5 квитня 11-го года, 15-96, которое вызвало, что нас не можно выселять. Но, однако, уже новые владельцы, они отрываются. Директор художественной галереи Арт-11 говорит, была вынуждена просто наклеить решение суда на окна. Согласно закону о культуре, выселять галерею было нельзя. Раньше там проходили выставки украинских и зарубежных художников, вышиванок. Да и само здание достаточно знаменито. В нем провел последнюю ночь перед казнью казацкий герой Гетьман Иван Питкова. Оно, кстати, находится прямо под окнами кабинета в городской ратуши, где работает Андрей Садовой. Я помню его визит до нас, но это очень небезопасная людина, потому что, если ты сделал что-то доброе, он это видит, то ты это втрачаешь. И можешь втратить все. Я уверена, что Андрей Садовой мог вот так остановиться, но он это не остановил. Здание городской службы все же забрали. Оно приватизировано, по данным Оксаны, в пользу одного из друзей мэра. Убытки галереи после выселения оценивают в 6-7 миллионов гривен. Больше убытков уже городской общине принесла приватизация, находящегося рядом на площади рынок Универмага. Депутат курсовета, пытавшийся заблокировать скандальную сделку, уверяет, продажа квадратных метров по цене, как минимум, вдвое дешевле рыночной, прошла непосредственно с ведома мэра. Сталося то, что сталося. Было продано это место за ценой 6 миллионов гривен, если он не помирает, 6 миллионов гривен. Но место, как на меня, недоотримало минимум 15 миллионов гривен, в связи с этой операцией. Протесты предпринимателей проходят на фоне тотального пиара мэра. Все место обвешено его битбордами. Краще те деньги, которые он выпустил на ликование наших пораненных, бойцов, которые лежат в госпитале. Он шаленые деньги тратит сейчас на рекламу, вместо того, чтобы помочь людям. А зачем, собственно, там же четко написано «помоги себе сам». По данным депутатского корпуса горсовета и бизнесменов, в городе зафиксированы десятки случаев манипуляций землей и коммунальной недвижимостью. Они начинают всплывать, становятся достоянием общественности. И вот тут как раз нужно понимать, в этом деле только народ сам себе может помочь. Леонид Аборин, Константин Григорьев. Подробности телеканал Интер из Львова.